Друзья, каждый день телеграм-канал Утка Геймс публикует по 3 бесплатных прогноза. Вы совершенно бесплатно можете заработать на ставках. Проходимость прогнозов свыше 90%. Заходи в телеграм-канал по ссылке в описании и начинай зарабатывать. Всем привет! Что за день? Смотрим все результаты Лиги Наций. Смотрим на позор грандов и изменения в таблицах. Группа А4. Нидерланды в конце игры вырвали победу у Уэльса 3-2. Уэльс за первые 27 минут ни разу не пробил створ ворот. Сборная Нидерландов не проигрывает 13 матчей подряд. Польша уступила Бельгии 0-1. Напомню, в первом круге счет был 1-6. Польша за всю игру один раз пробила створ ворот, да и то в конце игры. А вот у бельгийцев первый же удар оказался результативным. Команда Мартинеса не уступает 3 игры. Ближайшие игры этой группы состоятся 22 сентября. Таблица. Нидерланды 10 очков, Бельгия 7, Польша 4, Уэльс 1. Группа А3. Англия разгромлена Венгрией 0-4. На своем поле венгры выиграли с минимальным счетом и не проигрывают британцам 3 игры подряд. Англичане не побеждают 4 матча во всех турнирах. Германия на голову была сильнее Италии 5-2. В 2016 году немцы уже побеждали эту команду крупно 4-1. Сборная Германии не уступает 13 игр, 9 побед и 4 ничьи. Две последние очные игры этих команд завершались в ничью. Следующие матчи состоятся 23 сентября. Таблица. Венгрия лидер группы Смерти 7 очков, Германия 2-6 очков, Италия 5, Англия 2. Группа Б3. Босния переиграла Финляндию 3-2. Босния не уступает никому 5 игр, 3 победы и 2 ничи, как наш счет. Румыния уступила дома Черногории 0-3. Стефан Мугоша из Южно-Корейской лиги сделал хитрик. В этом турнире черногорцы дважды обыграли этого соперника и ни разу не пропустили от него. Пятый тур в этой группе запланирован на 23 сентября. Таблица. Босния 8 очков, Черногория 7 очков, Финляндия 4 очка, Румыния 3 очка. Группа Б1. Армения в меньшинстве проиграла Шотландии 1-4. Удаление получил Арман и Кату Аганесяны. Игрок Саутгемптона Стюарт Армстран забил 2 мяча и отдал 1 пас. Сборная Армении проиграла свой третий матч к ряду. Украина первый раз в группе теряет очки. Матч с Ирландией завершился в ничью 1-1. Это была их вторая игра в истории. Предыдущую выиграла команда Петропола. В следующий раз группа соберется 2-4 сентября. Таблица. Украина 7 очков, Шотландия 6 очков. Обе команды имеют матч в запасе. Ирландия 4 очка, Армения 3 очка. Группа С1. Люксембург Фареры 2-2. Сборная Люксембурга не побеждает дома 9 месяцев или 6 матчей. Турция второй раз переиграла Литву 2-0. Турки за первые 35 минут нанесли 16 ударов. Команда Штефана Кунца выиграла 4-й матч. Литва проиграла 5 игр, включая товарищескую встречу против Ирландии. Следующие матчи пройдут 22 сентября. Таблица. Турция 12 очков. Люксембург с 7 очками не позволяет ей досрочно повыситься. Фареры 4 очка. Литва последняя. Группа D1. Молдова победила Андору дважды, реализовав пенальти 2-1. Сборная Молдовы одержала первую победу на своем поле за год. Между этими матчами было 7 домашних поражений. Лихтенштейн. Латвия 0-2. Гудковскис из польского Ракова забил дважды. Лихтенштейн не может выиграть 22 матча к ряду. А Латвия выиграла 5-ю игру. На вашем экране расписание 5-го тура. Таблица. Латвия 12 очков. Молдова 7. Андорра 4. У Лихтенштейна 0. Смотрим лучших бомбардиров. Холланд из Норвегии забил 5 голов. Дурсун, Мугоша и Гудковскис имеют по 4 мяча. Бернарду Силва, Блинт, Тадич, Мантолос отдали по 3 передачи. Рекомендую посмотреть полный состав чемпионата мира. До встречи на спортивном.